Карантинный выпуск на канале Practical Shooting Странные времена. Изоляция, закрытые магазины, полупустые улицы. Нет ни соревнований, ни тренировок. Но все-таки есть место, где стволы не остывают от выстрелов, праздник в разгаре и людей так много, как никогда еще за всю историю человечества. Мир компьютерных игр. Мне ничего не остается, кроме как отправиться туда. Разумеется, это будет онлайн-шутер. А вот я в последний раз играл лет 10 назад, но, как я выяснил, сейчас уже совершенно другие лидеры перестрелок. Есть такая игра PUBG. Фабула такова. Поле битвы – необитаемый остров. На нем разбросано самое разнообразное стрелковое вооружение. С парашютами из самолета туда выбрасывают сотню случайных людей. На момент выброски у них нет вообще ничего. После приземления они должны максимально быстро сориентироваться, найти любое оружие, хоть пулемет, хоть сковородку. Главное – не очки, главное – не призы, главное – просто выжить. Да что я вам рассказываю, лошара. Половина из вас, наверное, и так прекрасно знает, о чем идет речь. Но после того, как я увидел, что это за игра, мне захотелось разобраться в ее оружейной составляющей. Поэтому сегодня нашей задачей будет сравнить реальную стрельбу с виртуальной. Разумеется, оценка будет субъективной и охватит только малую часть этого мира. Что не помешает нам понять, где дизайнеры игры ошиблись и где они все сделали правильно. Меня зовут Сергей, это Евгений. Я всю свою жизнь связан с оружием. А последние 10 лет занимаюсь практической стрельбой и стал даже мастером спорта международного класса в этом деле. А Евгений тоже занимается практической стрельбой, хорошо понимает оружие и очень увлечен тюнингом. Иногда я играю в компьютерные игры. Я подобрал здесь видео, которое вышло недавно. Мы понимаем, что даже в самой реалистичной компьютерной игре невозможно воссоздать все законы физики. А некоторые допущения сделаны просто для того, чтобы нам с вами было интереснее играть. Вроде как человек считается знаменитым в сфере компьютерных игр. Чоку-таку. Известный геймер. Стример. Известный стрелок, да? Ну, посмотрим. Известный игрок. Вот мы посмотрим, как он играет. И посмотрим, есть ли к чему придраться или наоборот за что-то похвалить. Поехали? Поехали. Итак, вот он высадился. Парашютика. Я сразу могу сказать, что отдача при стрельбе в автоматическом режиме, естественно, выглядит не так. Потому что его мишень все время остается в поле зрения. А в реальности оружие, во-первых, больше амплитуду имеет и подлетает выше. Но здесь еще признак опытного игрока в PUBG. Потому что, если я буду играть, у меня он будет просто, я последним выстрелом буду поражать потолок. А здесь компенсация, здесь особое мастерство нужно для того, чтобы вместе со стрельбой передвигать мышку для компенсации отдачи. Поэтому здесь немножечко она... То есть, техника стрельбы тут есть. Через мышку, но она есть. Этим и славится эта игра. То, что ты не просто пришел, как во многих других, где вообще стрельба происходит из прицела. Траектория пули рассчитана именно из ствола, а не из глаз. Из ствола, да. Это очень реалистично. Здесь любой валяющийся на полу прицел, тут же поставленный на любое оружие, тут же пристрелен, тут же бьет как надо. Ну, тоже это допущение, которое мы должны терпеть все-таки. Прицелы и крепления могут быть самые разные. Это российский прицел ПВ, 1х7, и у него труба 25 мм. Это же иностранный прицел, люпульт, у него есть даже здесь рычажок. Соответственно, вы с помощью этого рычажка можете менять быстрее, кратность и удобнее, легче подбирать. И расскажи, зачем тратить кучу денег и покупать вот этот за 100 тысяч, когда есть вот подобные предложения тысяч за 20, я думаю, да, не больше? В чем разница? Это 18 тысяч рублей, это 137 тысяч рублей. Может быть, это излишние расходы для развлекательной стрельбы. Вообще, вполне подойдет такой. Все, что вам нужно будет, чтобы стрелять по баночкам, и более достаточно в этом прицеле есть. Такие дорогие прицелы покупают, потому что они имеют разные преимущества. Здесь, например, есть специальная турелька баллистическая, и поворачивая ее, вы можете все время целиться по перекрестью, а не использовать специальные метки на сетке. Потом здесь есть подсветка, в данном случае зеленого цвета. Вы ее нажимаете, и очень быстро, на скидку, можете производить стрельбу. Что важно и хорошо знать, что при быстрой стрельбе, на скидку, вам надо быстро найти и точку. Вы можете при кратности 1 использовать этот прицел как коллиматорный буквально. То есть стрелять двумя глазами. Подняли, сразу стреляете. Именно поэтому данные прицелы называются загонного типа. И используются на охоте, например, по множественным мишеням, кабанам, перебегающим дорогу. На каре место расположения прицела. Он всегда располагается очень далеко, близко к срезу, к дульному срезу. Насколько это реалистично? Кар вообще это винтовка Маузер когда-то, когда она превратилась в карабин, более укороченная стала, она называется, стала Кар 98К. Винтовка это хорошее, прекрасное немецкого производства. И у нее было там место для крепления прицела. То есть реальный прицел тоже мог находиться там. Но чтобы прицел находился впереди, это должен быть соответствующий прицел. Есть такое понятие i-relief, то есть фиксированное расстояние от объектива прицела, на котором ты что-то в нем видишь. Ты не можешь на любом расстоянии от прицела видеть сетку прицеливания. Поэтому это важный момент. Вот здесь, например. Он вообще на быстросъемном креплении, его можно переместить вперед, но я не смогу им пользоваться, потому что я перестану видеть прицельную сетку. Самое главное, что винтовка способна пробить любую броню и убить соперника с одного выстрела. Но с последним обновлением в игре PUBG это будет не единственная винтовка, а теперь уже одна из двух винтовок. Потому что вторая винтовка это российская винтовка Мосина. Она будет соответствовать по характеристикам и точно так же иметь возможность поразить соперника с одного выстрела. Несмотря на то, что все стрельбища закрыты, вы легко сможете пострелять. Для этого играйте в PUBG и пробуйте там винтовку Мосина. За всеми интересными новостями вступайте в группу во Вконтакте. Ссылки в описании. Это винтовка так же как и винтовка Маузера, так же как Кар 98 пятизарядная, тоже с продольно скользящим затвором. Винтовку можно заряжать как по одному патрону, так и с помощью обоймы. Но разница в том, что если вы стреляете из кар, то при закрывании затвора эта часть вываливается самостоятельно. При этом, если вы стреляете из винтовки Мосина, то клипсу вам придется убирать рукой, прежде чем закрыть затвор. Вот такое вот обновление. Один из советских стрелков достиг такого уровня мастерства, что делал 54 выстрела за одну минуту. При этом он не только передергивал затвор, но еще и менял обоймы одно за другой, что по-моему самое сложное. Давай проверим, как быстро можем перезарядиться мы. Да уж, в начале это звучало как челлендж. Эх, сейчас мы посоревнуемся, сейчас мы побьем рекорды. Что там сложного-то? Взял обойму, вставил, передернул. А уже через две минуты после начала это превратилось в боль. И он 54 раза выстрелил, да? Конечно, со своим спортивным оружием получается куда как лучше. Опять же, одно из главных отличий компьютерной игры от реальной жизни. То, что в компьютерной игре всегда ты по умолчанию отличный стрелок. У тебя все получается, тут же вкладка правильная, ты это делаешь за доли секунды. При каждом выстреле у него все время в поле зрения оставался его соперник. В реальности же даже небольшое движение на такой дистанции полностью из поля зрения бы соперника убирало. Продолжаем. Есть, наверное, такое понятие пространственное мышление. То есть, есть топографический идиотизм, как обратная сторона этой медали. Ориентация в пространстве. Да, ориентация в пространстве. Точное понимание, где ты находишься. И надо понимать, где находятся твои противники. Соответственно, выбирать то место, где у тебя будет прикрыт бок, спина, для того, чтобы ты не попадал под перекрестный огонь. Если уж перестреливаешься, то перестреливаешься с одним человеком. Это интересно. Это, мне кажется, вполне реалистично. По крайней мере, в свое время я играл. И, как мне кажется, я очень четко понимал, как надо выбирать позицию, чтобы не оказаться, чтобы все стреляли с нескольких сторон. И здесь это еще больше. Потому что ландшафт более разнообразный, как правило, короткий. То есть, здесь может быть и 500, и 800 километров. Потому что дистанции здесь просто могут быть огромными. Вообще, цель этой игры не набрать больше всего очков, а просто выжить. Просто выжить, да. Зеленая марка прицельная на EOTEC. Я таких не видел, честно говоря. Говорят, более контрастно. Зеленые обычно на EOTEC были зомби-эдишн. Так, его ранили. Он уползает за мотоцикл. Опять его друг выручил. И помогает ему. Почему-то оба игрока играют в образе женщины. Текстура. Все ради победы. Молодцы. Но местами больше текстура. Постоянное подпрыгивание нереалистично. Нереалистично относительно машины. Он разобьет подвеску. Но я не водитель, не механик, поэтому не буду ничего говорить. Да, мы в первую очередь смотрим на оружие и его поведение. Сейчас наш персонаж, наш игрок надел шлем. Все бы хорошо, но его поле зрения не изменилось. При надевании шлема поле зрения сильно сужается. Поэтому он бы не мог видеть вот так, как мы видим сейчас картинку. Это нереалистично. Тем более, это шлем с забралом. У него горит чек-энжин, но парню надо в ремонт, а он раскатывает на машине. Опять же, здесь, возможно, стрельба из машины. Ты, насколько я помню, пробовал, знаешь, что это такое. Так что это непростая штука оперировать автоматом в машине. Здесь это делается запросто. Нереалистично. Они сейчас обвешены экипировкой. Ты не влезешь в машину в такой экипировке так просто и легко. Они делают это за секунду. Ребят, я знаю, что еще чуть-чуть, и я буду жаловаться, что не пристегнут ремень безопасности. И все-таки, может быть, в играх будущего будет проработан вопрос работы с транспортом. Здесь он подошел, нажал на кнопочку и уже внутри. На самом деле, чтобы залезть, например, в броневик или в тот же БРДМ, нужно помучиться. Кто-то туда залазит по 30 секунд. Кстати, здесь проявляется важное отличие между гражданским и военным. Военная гораздо меньше цепляется. Машина тесная и, конечно же, в полном снаряжении вылазить отсюда крайне тяжело. Прицел продемонстрирован реалистично. Реалистично показана прицельная марка. Есть специальный рычаг, и он может превращаться в коллиматорный прицел. Рычаг двигаешь, и получается четырехкратное увеличение. То есть, это прицел с переменной кратностью. Еще можно сказать, что сверху у него установлены мушка и цель. Прямо на прицеле. Если запачкан, например, тебе некуда вытирать. А если грязью запачкан, ты его потер, размазал, а видно, все равно ничего не стало. Понятно, что еще хуже. Да, стало еще хуже, как на машине бывает. Поэтому можно использовать как прицельное приспособление именно мушку и целек на конце. Звуки очень реалистичны. Граната, отлично. Танец, реалистично. Вон там. Отлично, молодец. Красные шстаны. А-а-а! Тоже реалистично. Когда в тебя стреляют, ты прекращаешь танцевать. Это что, М67 была граната? Я не представляю, что там сработало. Просто классный эпизод. И танец. Да, танец тоже. Самое главное, если в тебя стреляют, то ты не танцуешь. Я знаю, что зануда, но выбор оружия здесь построен на своеобразной логике. Вот, например, этот двуствольный помповый дробовик. Он очень эффектно выглядит, но если задуматься, то это вообще одно из самых плохих ружей. Во-первых, по эффективности значительно уступает и САЕ, и даже обычному помповому ружью. Потому что этот дробовик очень неудобно заряжать и очень долго заряжать. Он громоздкий, ненадежный, тяжеленный. Он такой же эффектный, но бесполезный, как, скажем, накачанный культурист в бою. Повторяю, это в реальной жизни он плохой. А в игре он вообще может быть лучшим. СКС. А у нас как раз есть СКС. Итак, это твой карабин Симонова. Смотри, у них какая-то мудреная ложа там. Да, реалистичная, это настоящая? Где-то такая есть? Да, есть. У американцев есть, похоже. Прицел. Плохой, какой-то типа Энси Стара. Это прицел, который достаточно хрупкий. А если они постоянно носят оружие за спиной, то он будет загрязняться, как любые открытые прицелы. Они заскакивают, запрыгивают, ложатся и так далее. В итоге такой прицел очень быстро сломается, треснет и пользоваться им будет нельзя. Такой коллиматорный прицел типа Сайт Марк и вот всякая китайщина. В реальности мы не стали бы использовать такой прицел на войне. Но учитывая, что он подбирает этот прицел и пользуется тем, что есть, может быть, это реалистично. Что есть, тем и воюет. Не предлагает другого промышленности. Но с другой стороны, если у него есть выбор, то плюс в том, что у этого коллиматорного прицела широкое поле зрения. Неудобный он в плане легкости прицеливания. Но он очень непрочный. Во-первых, разобьется при падении. Во-вторых, плохая батарейка у него. В-третьих, достаточно тусклая прицельная марка. И значит против снега, против света, против солнца. На белом фоне вы ее будете терять. Поэтому этот прицел не самый удачный. Такие прицелы стоят дешево. И 12-й калибр гарантированно не держит. Сколько, да, ребят, у нас не стреляли у них? Ну, это время. Если ты стреляешь мало, если ты диванный стрелок, то тебе хватит надолго. Если ты всерьез занимаешься или хочешь заняться практической стрельбой, то лучше сразу купить хорошую вещь. Мне не нравится рукоятка передняя. Она здесь особо не нужна. Когда у вас полностью цевье занято и не за что взяться, тогда используют эту рукоятку. У вас, например, фонарь, у вас лазерный целеуказатель, у вас подсветка инфракрасная или еще что-то. Или вынесем вперед прицел. Поэтому вам может понадобиться рукоятка. Если же у вас цевьё пустое, то легче и лучше, надежнее для компенсации отдачи держать руку прямо там на цевье. Смотрим, что еще. Очки в пыльной местности. Это неплохо. Это даже замечательно. Двустволка. Вот этот двуствольный дробовик, мне кажется, плохой выбор, если это был выбор осознанный. Коктейль Молотова, кстати, в бутылочке из-под российской водки. Окей. Сковородка. Сковородка как бронежилет, а почему нет? Мы видели, что в вестернах используют чугунную крышку от печки, как бронежилет, как кирасиру сюда вешают. Наколенники очень реалистично, поскольку они все уже потертые, попользованные, потому что наколенники в стрельбе это хорошо. Правда, было бы лучше еще, тем более у него голые руки, у него голые руки, еще и налокотники иметь. Если вы стреляете из положения приседа, лежа, они это много делают, они там лечатся, используя всякие разрешенные напитки. Безалкогольные напитки. Безалкогольные разрешенные напитки. Это очень нужно, это очень полезно. Потому что после стрельбища, кто мало стреляет, позанимался, домой приходит даже через одежду. Потом у него начинаются здесь ссадины, потом они начинают чесаться, болеть, а может быть и загноятся. Поэтому вещи это абсолютно нормальные. А в тебя могут внезапно начать стрелять, в тебя надо резко упасть, поэтому наколенники важно, нужно и реалистично. Бронежилет какой-то жиденький, который не защищает грудь. Или это разгрузка поверх на бронежилете, разгрузка? Многие игроки не используют обувь вовсе. Бегают босиком, потому что когда ты находишься в помещении, если ты идешь босиком, ты создаешь меньше шума. Звук важен, да, потому что ты узнаешь с какой стороны двигается к тебе враг, где он находится. Находясь ты, например, в помещении, он бегает вокруг дома, ты где-то слышишь примерно, где он передвигается. Поэтому многие бегают босиком. Если наступишь на колючку, камень или ветку, то твоей ноге придет конец. Если одежда это больше, так, прикид, прикол, интерес, то обувь в PUBG играет большую роль. В реальной стрельбе, в реальном использовании оружия или в около, в этой тематике обувь супер важна. Например, в спорте. Есть кроссовки высокие, чтобы туда не засыпался песок, для того, чтобы можно было бегать по всяким лужам. Они непромокаемые. Здесь есть еще и шипы, и очень цепкий протектор. Если же это не спорт, например, больше тактикульности хочется, то есть вот вариант верстов. Опять же, для того, чтобы защищали голень, для того, чтобы туда не попадали камни. И для того, чтобы ты уверенно себя чувствовал на любом грунте. Поэтому обувь это важный момент в реальной стрельбе. В игре PUBG не используются ремни. Они постоянно убирают же оружие за спину, и как-то оно там должно находиться, да? Какие у нас есть варианты? Есть известные варианты. Да, вот это тактикульный вариант. И оружие висит у вас. Вы можете делать все, что угодно. Например, взять пистолет, стрелять из пистолета. Потом убрать его в кобуру. Тут же взять карабин и стрелять из карабина. Поэтому первый вариант это вариант... Пара-пара-пам. Один из вариантов такой, одноточечный ремень. Второй на СК, если ремень у тебя традиционный. Но тоже важный и вполне себе функциональный. В руках постоянно, если носить оружие, то руки вообще отвалятся. Убираем карабинчик. В плане физической готовности можно полностью пробежать карту, будучи вооруженную с ног до головы, еще и с рюкзаком. Твоя точность всегда одинаковая, твоя вкладка всегда одинаковая. А мы знаем, что так и не бывает. Что у людей разного уровня физической готовности и навыков моторных, и с разным оружием по-разному работаешь и так далее. Заходит в помещение, берет дробовик. Скорострельность выше, попасть проще. А тут по умолчанию картич всегда, да? Дробовики или что, и пули? Не сказано. Но в игре используется дульное сюжет. Серьезно? Да, как тюнинг к оружию, они тоже сбросаны, можешь их применять. Мы подошли к кульминации, я поставил на паузу. Мне интересно, как ты бы поступил в этой ситуации. Итак, у нас ветки преграждают видимость. У нас есть соперник, который плюс-минус сейчас выбежит вообще из поля зрения. И я не знаю, как наш герой решил, но как бы ты поступил в такой ситуации? Ну, конкретно в игре я бы, конечно же, стрелял. Если бы это была реальная ситуация, например, на охоте, то здесь уже неоднозначно. Если мишень находится близко к веткам, то есть вот ветки, и через метр, два, три мишень находится, то, пожалуйста, стреляй, ничего страшного. Там закрутится, не пройдет, изменит немножко траекторию, непринципиально. Если у тебя, получается, ветки, и мишень находится 20, 30, 50 метров, то уже лучше не рисковать. Охотники еще часто подбирают специально боеприпас, патрон, чтобы он был поплотнее. То есть это чтобы не свинцовый, а вот есть 12-го калибра, цинковый, по-моему. Вот ее предпочитают больше, потому что она спокойно проходит через ветки, потому что через ветки действительно на охоте стреляют очень часто. Он сам, сам начал жаловаться и промазал. Жалуется на ветки. Сам решил сокращать дистанцию с винтовкой. Заряжается по одному патрону, реалистично. И это преимущество, ты не обязан полностью расстрелять весь магазин для того, чтобы дослать еще несколько патронов. В этой игре самое главное преимущество, чтобы тебя не видели, чтобы ты видел... Опа! Момент. В реальности так невозможно попасть. Он выглянул, стрельнул сразу, и все это... Это нормальная практика, судя по всему. Здесь большинство убийств делается, здесь так называемое пекание. То есть, когда ты на долю секунды выглядываешь с оптическим прицелом, там, четверка, восьмерка, то есть, как это возможно? То есть, ты делаешь очень быстрое движение, точно находишь свою цель, а с оптикой мы знаем, это нереально, делаешь выстрел и снова прячешься. Да, есть понятие о вкладке. Это когда... Давайте еще раз покажем с помощью винтовки. Итак, ты вложен. Это значит, у тебя в определенном строгом месте находится приклад. У тебя в определенном строгом сфиксированном месте находится щека. И ты видишь перекрестие только вот в таком положении. Если ты меняешь положение головы, например, чуть-чуть вот так, вот так, а когда они выглядывают и назад возвращаются, что, кстати, не так легко сделать, то у тебя немного смещаются глаза относительно прицела. И в таком положении, а еще и с наклоном оружия, попасть практически невозможно. А если речь идет о дистанции 50 и больше, ты просто не видишь, ты не в то место будешь целиться за эту секунду, а они как бы целятся еще и попадают. Так что это еще мир сугубо компьютерных игр. В общем, для геймеров ты не видишь ничего, когда ты делаешь быстрое движение. Ты увидишь какое-то другое место, либо смазанный фон. Не бывает такого. Чтобы пиканием, чтобы раз, оп, и все. Осталось, продолжаем просмотр. Даже интересно, чем все кончится. Он говорит, что соперник должен двигаться раньше, чем он. Попробуй использовать машину здесь. Ага, я думаю, он сейчас будет пользоваться автомобилем. Бросай дым. Это не то, что ты хочешь видеть. Это не то, 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 это не то. Так, так, засуетился, в него начали стрелять. В него стреляют на ходу. Выскакивает из машины. Нет, ты не остановишься. Стоп! Ему надо, чтобы она остановилась. Оп! Мимо. Ага, мимо. Он его выманивает. Прилетел молотов. Отвлекающий маневр. Смотри, тот решил бросать что-то, а этот решил выцеливать. Граната. Граната прилетела, ага. Тот увидел тоже. Опять мимо. Вот так вот заканчивается соревнование точным выстрелом. Так, видимо, заканчиваются и игры. А у нас все. Покеда. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok